Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире снова рубрика «Интервью» и сегодня мы побеседуем с президентом Международного фонда Саяхбай Манас Чи и меценатом, который раздает бесплатно энциклопедию об эпосе Манас и о сказителях. Саматом Ибраевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Самат, расскажите, сколько вами уже раздано книг? Раздаем тем организациям или учебным заведениям, где действительно наши книги ценят. И еще плюс дополнительно мы в последний год активно проводим среди школьников, пропагандируем и проводим конкурсы по Манасу. И, конечно, вот победителя этих конкурсов мы поощряем нашими книгами. Вот очень даже не одним, а два-пару книг вот так мы поощряем их. А количество, сколько за этот год мы раздали, ну это невозможно посчитать. Вот это те книги, которые вы как раз таки и отдаете бесплатно, да? Вот все вот эти книги. Мы все экземпляры бесплатно и раздаем, конечно, мы какую-то часть, мы действительно любой проект, вот если мы все бесплатно будем раздавать, и бесплатно даренные, даренные, знаете, вещи как-то не ценятся, да? Поэтому, чтобы человек, который действительно хочет изучить, что есть в этих книгах, он должен что-то вложить. Или он своим трудом как-то вот так действительно вот, получив знания какие-то вот по Манасу, он должен дальше развивать. Вот в тех случаях мы действительно ему бесплатно дарим, да? А еще случаи есть, когда вот мы же, как говорится... А почему вы решили вот именно таким образом? Ну, конечно, сейчас у нас мы в регионах конкурсы проводим, везде вот сталкиваемся с нашими пользователями, читателями. Вот действительно в области вот по Манасу книги очень не хватает нашим учебным заведениям, да? Поэтому всегда они обращаются, чтобы действительно, чтобы глубоко изучать, не хватает им вот этих книг. Личная ваша мотивация больше интересна мне? Через книгу мы все выросли, поэтому, думаю, вот книга очень эффективный метод получения, получения знаний, глубокого знания можно через эти книги можно получить. Поэтому я лично вкладываю в эти книги. Каких-то достигнут каких-то целей, человек хочет этот свой опыт, знания и жизненный опыт передать, оставить на этом свете. Поэтому я очень сильно вот много получил от книг, очень большой вот этот свой, который достиг я сегодняшнему успеху. Все успешные люди где-то в год, где-то 100 книг прочитывают. А вами сколько за всю вашу жизнь прочитано? Ну, это очень такой вопрос такой, чепетильный. Ну, я никогда не считал, но я думаю, где-то тоже самое примерно вот сказал, где-то около 100 книг. Это получается, если есть время, а некоторые года. А какую литературу предпочитаете вообще? У меня по специальности я строитель сам, строитель, преподавал в строительном институте. Конечно, я изучал строительную отрасль. После этого я ушел в бизнес. Значит, надо добиваться и в бизнесе, надо хороших результатов. Поэтому я больше интересовался бизнес-книгами. Потом, естественно, я стал политиком. Раз политиком стал, значит, еще политику надо изучать, да? Поэтому вот по всем отраслям надо как-то вот быть специалистом. Чтобы быть специалистом, надо изучать вот эти опыты всех людей, стран. Я имею в виду, вы предпочитаете классическую литературу, современную, не считая те направления, в которых вы работали вообще? Ну, классическую литературу читали, когда, конечно, вот у нас было действительно, нам необходимость заставлять классическую литературу. Вот нам надо было в школе добиваться там по литературе как-то там хороших результатов. По своей воле, конечно, мы вот от классиков наших, конечно, мы читали. Не читать классиков. Ну, кого любите больше? Ну, Чингизать Матова, конечно, нашего, Тугарбаса Докпекова, Хосмал Тунстанов. Вот, всех считал я. Вот вы сейчас являетесь президентом фонда, да, международного. А до этого были депутатом. Хотя многие сегодня стремятся попасть, вот именно, вот, быть политиками. Почему вы ушли? Ну, почему? Вот, я думаю, у нас у кыргызов есть такой хороший обычай, да, ботоверю, получать ботоверю, а по-русски как благословение, да, или как-то получать. Вот, когда человек рождается, мы делаем какое-то мероприятие, делаем вот этот мальчик, чтобы он вырос хорошо, воспитался хорошо. И служил не только родителям и себе, служил, чтобы в родине, да. Это очень хорошее обычай. Поэтому, как сын своего народа, вот мы, действительно, я с детства тоже, вот, как говорится, цель ставил, чтобы действительно достигнуть каких-то высоких результатов и помочь родным, близким и своему народу. Поэтому я постепенно, поэтапно дошел, что ушел в политику и сейчас занимаюсь МАНАССОМ. Побывав в политике, я понял, что действительно нам надо кардинально сейчас пересмотреть все вот эти моменты, которые мы... Почему отстаем? Мне всегда беспокоит вот этот вопрос, почему мы плохо живем или как-то вот не можем прорваться, да, вверх. Есть некоторые страны, которые действительно за короткое время, вот мы же у нас сегодня 25 лет, мы вне зависимости, да, в этом году исправили. Почему за 25 лет другие страны динамично, очень быстро достигли очень высоких результатов, а Кыргызстан как-то медленно, да, двигается. И какого вывода пришли? Вот это меня очень беспокоит, да. Поэтому я к выводу пришел, вот тем, чем сейчас занимаюсь, вот этот момент. У нас вот есть слова нашего великого писателя, Тугальба Сыдыкбекова, МАНАСС, Кыргызды сақтапкалган, а Кыргыз монахсты данктаған. Это говорит, там, по-русски если перевести, МАНАСС сохранил наших Кыргызов, а Кыргызы должны прославлять МАНАСС, да, вот так если это слово перевести. Поэтому он наш предки, МАНАСС, наш отец, да, МАНАСС выполнил свой долг, а мы плохо выполняем свой долг. Ну, главный посыл на самом деле сегодняшняя наша проблема, значит, у нас голод, вот это духовный голод называется, да, вот как-то мы, как-то мир материализовывается сегодня, да, мы забываем о своих ценностях, вот свою историю, так посмотреть. И поэтому мы должны обязательно помнить свою историю, свои обычаи и свою культуру даже, да, вот и хорошо, что у нас и сохранились вот национальные инструменты, и вот сегодня вот мы поднимаем все культуру, поэтому я сегодня этим занимаюсь, чтобы мы как-то бурно пошли вперед, вот, когда вот один из ключей нашего развития нашей экономики, политики, даже всего, культуры, это, мы считаем, что это пропагандировать идеи вот эпоса МАНАСС. Вы же работаете и над фильмом, да? Действительно, чтобы добиться, чтобы наш эпос хорошо пропагандировалось, мы все методы хотим применить, вот, значит, это киноиндустрия, значит, там действительно очень хороший метод передать идеи этого эпоса, да. Скажите, вот мы сейчас начали снимать, сняли даже, уже завершаемый фильм о МАНАССе Саях Пакаралаева. Вот этот, в этом фильме мы хотим передать, что действительно очень интересные, вот, значит, люди есть, которые, народ есть в Кыргызстане, вот, что у нас родился МАНАСС. Хорошо, а когда его покажут? Мы планируем завершить, значит, где-то в марте месяце и представим себе наш... А сколько вы снимаете этот фильм уже? Больше полтора года уже получается. Нет, в марте мы уже представим, мы в феврале хотим участвовать в Берлинском фестивале, кинофестивале. Мы до этого этот фильм возили, ну, еще не законченный вариант, возили в Южную Корею, азиатский фильм, кинофестиваль. Поэтому мы уже имеем опыт, как фильм на международном рынке показать. Спасибо вам, Самат, за уделенное время. Спасибо вам тоже. Это была рубрика интервью. Напомню, что сегодня мы беседовали с президентом общественного фонда Саяхбай Манасче Саматом Ибраевым. Оставайтесь на нашем канале. А с вами была я, Ширина Санакунова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»